Здравствуйте! Сегодня мы продолжаем разбирать темы Health and Fitness. Сегодня четвертое занятие. Рассмотрим следующие три абзаца. Переведем верхний абзац. Ясно, что просто быть в форме не означает быть здоровым. Вы, возможно, можете делать многие вещи, но при этом будете вредить своему организму изнутри. Итак, мы хотим и того, и другого, и здоровья, и фитнеса. Но здоровье – это номер один, здоровье всегда первое. Энергия, жизненная сила, хорошее самочувствие в нашем теле – это всегда шаг номер один. С этого мы начинаем сегодня в тренинге. И это то, чему учит всегда Джек Ла Лейн. Напомним, что Джек Ла Лейн – это кумир в области фитнеса и здоровья для ЭДЖЕ. И любой, кто действительно здоров, всегда скажет вам, что в первую очередь нужно концентрироваться на здоровье. И фитнес – это то, что вы добавляете к здоровью позже. Итак, возьмем, выберем основные мысли для пересказа. Первое, возьмем, что быть в форме не означает быть здоровым. Второе, что здоровье всегда на первом месте, номер один. И фитнес – это то, что мы можем добавить к здоровью позднее. Итак, звучит это примерно так. Следующий абзац. Почему нам нужно быть здоровым? Вы уже знаете это. Вам нужна энергия для всего. В серии вебинаров, которые я сделал, они называются «Семь основных шагов для перемен и лидерства», я говорил об основном шаге номер один – это быть здоровым и энергичным. И это действительно отправная точка для всего. Все, что вы хотите сделать, любое изменение, которое вы хотите сделать, делаете ли вы его для себя или для кого-то другого, вам потребуется в первую очередь энергия, чтобы сделать это. Опять посмотрим, что мы можем взять для пересказа. Мы можем начать, что вам нужна энергия для всего. You need energy for everything. Что это действительно отправная точка. It's really the starting point for everything. И дальше хотите ли вы делать это для себя. Whether you want to do it for yourself или help someone else do it, you've got to have energy to do it first. И еще раз. You need energy for everything. It's really the starting point for everything. Whether you want to do it for yourself or help someone else do it, you've got to have energy to do it first. И последний абзац. Энергия – это первое требование. Если вы уставший, если вы вялый, если вам не хочется особенно что-то делать, трудно добиться успеха, быть успешным в чем-либо. Трудно изучать английский с ясным умом, сконцентрированным, если вы все время чувствуете себя уставшим. Трудно выйти из дома и общаться, знакомиться с новыми людьми и говорить с ними, если вы все время чувствуете себя уставшим. Трудно делать любое изменение, если вы чувствуете себя уставшим. Итак, энергия – это первый шаг для всего. Итак, опять посмотрим, что мы можем взять для пересказа. Energy is the first requirement. Энергия – это первое требование. It's hard to be successful at anything, if you are tired, if you are leshargic. Трудно быть успешным в чем-либо, если вы чувствуете себя уставшим и вялым. It's hard to study English with a clear, focused mind, if you feel tired all the time. Трудно изучать английский с ясным разумом, если вы чувствуете себя постоянно уставшим. Трудно делать какое-либо другое изменение, если вы чувствуете себя уставшим. Итак, перескажем этот абзац еще раз. Энергия – это первое требование. It's hard to be successful at anything, if you are tired, if you are leshargic. It's hard to study English with a clear, focused mind, if you feel tired all the time. It's hard to make any change if you are feeling tired. So, энергия – это первый шаг для всего. Итак, сегодня мы закончили разбирать еще отрывок из этой темы «Health and Fitness». Я думаю, что она была вам полезна и в плане изучения английского, и в плане достижения перемен вашей жизни. Потому что все советы, которые Эйджей дает в коучинговых, в тренинговых уроках, мы можем использовать для того, чтобы улучшить качество своей жизни в целом и достичь в этой жизни большего. Продолжение будет в следующих видео. Присоединяйтесь к нам. Успехов вам во всем. Всего доброго. До новых встреч. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова